всем привет народ сегодня будем пилить вот такие боты давно на самом деле хотел увидеть как они устроены внутри это ботинки камелот с железным мыском посмотрим как крепится этот мысок к подошве как вообще устроено все внутри что находится внутри самой подошвы будем пилить болгаркой значит есть у нас три вида ботинок все эти ботинки от фирмы камелот вот на самом деле вот в этих двух я не уверен что это оригинал и но вот этот ботинок это точно оригинальный камелот вот выглядит он вот так вот в этом я уверен на сто процентов что это именно оригинал камелот ну собственно это берцы только с железным мыском вот такие вот значит это точно оригинал мы заодно хоть я не уверен в том что это не подделки но все равно будет интересно посмотреть что в них внутри вот так вот они выглядят кстати если кто знает пишите в комментариях выпускались ли такие камелоты фирменные вот вот так вот они все выглядят вот вы еще одна пара это у нас утепленный ботинок тоже я не знаю оригинал лет или нет вот таким вот образом он выглядит вот такие вот на подошве в клейки цветные такие вот так что если кто знает пишите в комментариях будет интересно оригинал или это или же нет вот значит сейчас будем распиливать их пополам болгаркой смотреть что находится внутри ну и заодно в конце кстати извиняюсь за посторонние звуки это у соседей работает трактор ничего с этим сделать к сожалению не могу уже полдня ждал пока он затихнет так он и не затихает вот есть у меня еще один я взял по одному ботинку из каждой пары камелотов вот для распила есть у меня еще вот такой второй оригинальный ботинок камелота его в конце мы я думаю немножко сделаем краш-тест скажем так подорвем его вот такой вот петардочкой чисто ради прикола ну и также очень давно хотел испытать этот железный мысок на прочность с помощью вот этой кувалдочки мы это сделаем в конце ладно поехали пилить перед просмотром кто еще не подписан подпишитесь на этот канал поставьте лайк напишите любой комментарий все это очень сильно поможет развитию канала ведь вам не сложно мне приятно кто еще не подписан подпишитесь на мой канал и я на мой канал и я не сомневаюсь это очень сильно поможет сделать все это очень сильно поможет быть Продолжение следует... 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 отвалился когда был распилен в общем как то вот так вот он здесь стоял похоже особо ничем не крепился к резине просто был там замурован заклеен легко очень вывалился вот выглядит он вот таким образом довольно таки толстенький металл смотрите какая толщина здесь такая вот резиночка приклеена видно чтобы кожа которая сходит с мыска сильно не перегибалась на этом бортики железном вот в общем высочек такой не слабенький ну и как устроена подошва вот здесь видим какая-то вставка на изгибе железная вставка идет подошва ну здесь подошву видно и снаружи что здесь несколько слоев вот но внутри вот видим такие полости видно чтобы была какая-то амортизация что ли вот спереди полости уже нету зато здесь под вот этой стелькой какая-то непонятная материя похоже на пробку не знаю какие-то опилки что ли в клею что-то такое непонятное короче так это у нас видим выламывается так все у нас выломалась и вот он кусочек этой железяки здесь даже какая-то надпись n5 а нет опять а дробь 5 супинатор вот такой вот ну вот значит кожа у нас подошве вот таким образом здесь крепится вот такой вот ботиночек ну и вот передняя часть вот так вот это выглядит так давайте возьмем второй ботинок это у нас был утепленный ботинок вот так он выглядит вот такая была подошва давайте посмотрим как он устроен в общем подошва состоит здесь из двух частей склеенных здесь такие же полости плюс они идут еще до самого переда по всей подошве здесь железа никакого нету посередине в общем то такая попроще никакого здесь вот этого непонятного пробочного прослойка нету ну и вот таким образом здесь крепится здесь хоть есть какая-то загогулина она держится заходит вот под эту вот стельку так приклеена сильно не могу оторвать в общем мысочек здесь тоже такой не слабый не слабый скажем точно такой же толстый металл никаких надписи на нем нет высочки конечно не слабые такие ну и кожа здесь вот так вот заходит поглубже туда на подошву вот она вот до сюда она загибается вот ну задняя часть я конечно не не мастер по обуви не сапожник просто было интересно посмотреть что внутри особенно меня муски вот этими срисовали вот может быть кому будет тоже интересно вот так вот держится задняя часть кожи ладно давайте дальше в этих ботинках я был уверен что это оригиналы но может быть тоже оригиналы а вот в этом ботинке я точно уверен такие камелоты я помню помню что они точно такие были что это точно оригинал вот давайте посмотрим его все фотографии будут у меня в группе вконтакте кому интересно переходите подписывайтесь на мои соц сети ссылки в описании вот так вот это все выглядит давайте посмотрим по подробнее подошва также имеет полости не знаю как они профессионально называются вот здесь поролончик даже подложен тоже резиновая вставочка после мыска идет высок тоже имеет загогулина вот такой вот который под стелькой вот так вот держится в прошлом ботинке здесь мысочек такой покрашенный все-таки покрасивее выглядит но толщина точно такая же очень мощные мыски вот так вот так кожа здесь тоже загибается в эту сторону подошва здесь имеет две части склеенных сзади кожей идет тоже вот с таким загибом вот посюда и в середине у нас есть металлическая вставка так вот здесь маленький кусочек и и остался основная часть другой половинки осталось так вот у нас основная часть так вот она вот такая вот железяка так ну что ж давайте теперь переходим к раш тесту этого ботинка с нового года завалялась у меня вот такая петардочка кстати кому интересно есть видео на канале как я взрываю такие вот самые мощные петарды которые можно найти в продаже которые разрешены к продаже вот кому интересно ссылка будет в описании под видео можете посмотреть так ну что ж давайте я думаю для начала запихнем туда вот эту петарду а потом уже будем тестировать с помощью кувалды потому что мысок в любом случае не пострадает я надеюсь вот нам будет достаточно так ну что ж приступаем ссылка на видео как я взрываю вот эти вот мощные петарды на новый год будет в описании под видео так что можете посмотреть так ну что ж все готово вот так вот торчит кусочек она где-то вот вот досюда вот она получилось засунута так поджигать будет такой длинной зажигалкой ну что ж начинаем так видео пишет пишет поехали так никого на есть нет вокруг а то неплохо так сейчас хлопнет ладно поехали народ вот это да я не знаю наверно камера не передаст но это было просто нереально и это был какой-то нереал народ я чуть не оглох так давайте посмотрим что что же произошло кусочек здесь все в каком-то порошке так где не вот наш ботинок ничего себе вот это его разнесло вот это да не ожидал я такого абсолютно не ожидал как еще мысок не вылетел так ну стелька стелька цела но вот это конечно жесть посмотрите только вообще на куски еще кусочек здесь остался вот мега джамба неплохая штука о как все выдрало ну самое главное мысочек на месте это нам и нужно так в общем вот он вот так вот он должен был выглядеть так в сборе вот так вот вообще на куски просто так но это все целое ладно будем сейчас вот этот мусок кувалдой тестировать так ну что ж поехали так ну вот что что у нас получилось довольно таки мягенький кусочек хоть и толстый металл но если бы здесь была нагатого было бы плохо конечно вот так вот вот так вот давайте еще раз ну вообще все всмятку теперь его перекосило в сторону какой-то винт даже вылетел вот мысок весь просто оторвать можно уже все он отошел его перекосило очень сильно я думал на самом деле будет все намного прочнее вот я вижу там какая-то даже на железе интересно написан ст 9 аж вот такая надпись не знаю что это значит но металл мягковат конечно я ожидал чего-то более крепкого ну что ж народ на этом я думаю все вот такой граш-тест мы провели ботинком камелот распилили их болгаркой посмотрели что внутри как выглядит мысок какой он толщины если вы подпишетесь на мой канал поставить лайк напишите любой комментарий это очень сильно поможет развитию канала ведь вам не сложно мне приятно на этом все всем спасибо за просмотр оставайтесь на канале и все ссылки как обычно в описании под видео спасибо за просмотр